привет меня зовут иван савин на этом канале я рассказываю компьютерных хитростях секретах сегодня мы с вами рассмотрим такую интересную тему как интернет на смартфоне на примере iphone я вам покажу как я использую интернет на своем айфоне несколько полезных секретных приемов и лайфхаков надеюсь вам будет полезно и вы узнаете что-то новое а если так то пожалуйста подписывайтесь ставьте лайк этому видео и обязательно пишите ваши комментарии я рассмотрю не только браузер сафари который входит в iphone частью айос является но также и браузер яндекс ну и в общем-то какие-то другие секретные приемы которые я использую возможно вам будет полезно погнали и так вот что у нас интернет до интернет от у нас браузер сафари это вы все знаете запускаете на своем айфоне наверняка первое о чем я хочу рассказать это открытие ссылок из других приложений например вот у нас есть карты и мы в этих картах провели какой-то поиск вот я посмотрю историю меня например вот здесь клуб алексея козлова вот он не нашел да я могу посмотреть подробности пролистать и вот здесь у меня есть ссылка на сайт если я здесь нажму на сайт то откроется сайт клуба козлова и как вы видите он откроется прямо внутри карт да то есть мы никуда в браузер не переходили хотя это сразу непонятно но вот здесь внизу есть значок сафари значок сафари это означает что мы на самом деле не в браузере находимся если мы вот здесь на этом сайте что-то посмотрим будем заполнять какие-то формы а потом нажмем закрыть то мы вернемся в карты и собственно все данные наши будут потеряны если мы хотим этого избежать и остаться на сайте клуба козлова можем нажать вот здесь вот на значок сафари и перейдем непосредственно в браузере на этот сайт и вот здесь можно уже покупать билеты что-то заполнять так это работает то еще я хотел сказать про ссылки про открывание ссылок из разных мест вот например у меня есть почта да и в ней есть сообщение здесь в этом сообщении есть какие-то ссылки которые могут нас отправить на сайт например для проверки вот перейдите на сайт ofd beeline.ru или налог govroot я могу либо просто нажать на ссылку да и перейду на этот сайт не вопрос перешли а могу нажать и подержать эту ссылку в этом случае на айфоне возникает меню некая показывает предпросмотр сайта на котором будем переходить можно здесь открыть ссылку добавить список для чтения потом об этом поговорим и можно скопировать ссылку то есть из этого меню когда вы нажимаете и держите есть больше возможностей чем просто кликанье по ссылке если мы находимся на самом сайте например сайт дзен да это мой канал мудрости в дзене кстати подписывайтесь классный канал здесь можно щелкая по каким-то ссылкам по статьям до переходить в них при этом если задержать на этой ссылке то появляется еще дополнительное меню в котором можно да открыть сайт посылки открыть в фоновом режиме что прикольно открыть в группе вкладок открыть приложение дзен если какое-то приложение ассоциировано с вот с этим собственно говоря сайтом до можно сайте смотреть можно в приложении дзен песок для чтения добавить скопируют ссылку поделиться так вот открыть в фоновом режиме означает что сайт будет открыт в В новой вкладке. То есть вы можете перейти, и тот сайт у вас оригинальный остался в порядке. Вот он. А в новой вкладке открылась та ссылка, по которой вы щелкнули. Вот это бывает удобно. Давайте перейдем в такую тему, которая называется «Как открывать ссылки из сообщений». Например, из каналов в Телеграме или из каких-то сообщений в Телеграме. Вот у меня есть огромная пачка каналов. Какие, например, возьмем? Ну вот канал про новости Apple. И у нас здесь есть наверняка какие-то ссылки ложные. Вот, например. То есть мы просто нажмем здесь, да? Он нам скажет перейти на вот такой вот адрес, и мы окажемся в браузере. Все нормально. Нажали, оказались в браузере. Попробуем теперь эту ссылку подержать. Нажали и держим. Здесь уже появляются предложения. Открыть в чем-то, скопировать ссылку и добавить список для чтения. Здесь можно открыть в разных браузерах. Вот все браузеры, которые у меня есть, он предлагает. То есть если держать ссылочки, то это более удобно. Можно какую-то дополнительную возможность получить. Поговорим о том, как открывать сайты в новой вкладке в фоновом режиме. Мы уже частично об этом сказали, что, например, вот у нас есть, вот такой вот у меня есть сайт, и у меня есть какие-то тут статьи. Вот я хочу открыть статью. Например, я могу просто на ней нажать, а могу нажать на ней и подержать. Если я подержу, появляется меню, где есть пункт «Открыть в фоновом режиме». Это и есть «Открыть в новый вклад». Вот мы видим, да, вот наш исходный, а вот новый вклад. Между этими открытыми вкладками очень удобно перемещаться, если пальчиком схватануть за область адреса и двигать вправо-влево. То есть не нужно все время нажимать сюда, выбирать какую-то вкладку, а можно просто пролистывать точно так же, как мы пролистываем приложение, да, вот когда тянем вот здесь вот, да, мы пролистываем приложение открытое у нас. И это бывает очень удобно, а в смысле браузера можно пролистывать открытые закладки вот так вот вправо-лево пальчиком. Эти закладки также можно еще объединять в группы вкладок. Например, вот у меня уже есть какая-то готовая группа вкладок. У меня вот есть четыре вкладки, да, четыре открытые вкладки. Итак, если нажать и подержать, то у нас появится меню, в котором что есть? Есть в частности переместить в группу вкладок. Если я нажму сюда, то у меня есть уже какая-то готовая группа вкладок. Я раньше ее создавал. А есть такой пункт новая группа вкладок. То есть я могу дать какое-то название этой группе. Группа 1. Переместить. И тогда у меня конкретно вот эта вкладка, которая была открыта, попадет в группу 1. Вот у нас видите группа 1. Вкладки в дальнейшем можно перемещать между группами. Вот из группы 1, 2, 3 я переместил вкладку в группу 1. Немножечко о закрытии вкладок. Итак, вот у нас открыто. Если сюда нажать, видно, что у нас открыто 4 вкладки. Между ними, как мы поняли, можно перемещаться. Можно также добавлять их в группы. Ну и как их лучше закрывать? Можно нажать здесь и каждую по отдельности щелкать крестиком. Можно нажать здесь и смахивать влево. Вот так вот они будут закрываться. А можно, вот у нас есть 3 вкладки, нажать пальчик, задержать здесь и закрыть тогда все 3 вкладки сразу. Вот видите, закрыли все 3 вкладки и они закрылись. Мы оказались на нашей домашней странице нашего браузера Safari. Поговорим о том, как добавлять сайт в закладки. Это бывает нужно, чтобы не потерять ссылочку и потом к ней вернуться. Здесь есть несколько способов. Для этого есть вот такая стрелочка наверх. Она как раз и предлагает добавить в избранное. Это и есть добавить в закладки. Но, тем не менее, здесь еще пункт добавить в закладки. Фактически это и есть добавить в избранное. То есть это то же самое. Вот я третий раз это сделал. Если мы посмотрим на наши закладки, то они все вот здесь вот в избранном будут. Здесь же можно заняться правкой. То есть удалить ненужные нам закладки. Либо можно здесь же создать папочку. Назвать ее папка закладок. Она будет размещена под избранным. И если я нажму готово, у меня вот появилась, видите, вверху папка закладок. Теперь, когда я добавляю что-либо, добавляю закладку, то можно выбрать размещение. Когда я выбираю избранное, здесь я выбираю конкретную папку. В общем, это довольно муторно. Но если вы хотите сортировать закладки, это можно делать. Лучше всего, конечно, это сделать на большом компьютере, на Mac'е и синхронизировать. Или на Windows, если в Safari у вас установлено. Синхронизировать с учетной записью. И вы увидите, что вот здесь мои закладки, например, они все уже заранее подготовлены. Что еще есть в этом меню поделиться, кстати. Можно отправить наш сайт, точнее ссылку на сайт через мессенджеры или приложение, или какому-то контакту. Можно просто скопировать ссылку, напечатать, понятное дело. Вот очень интересный пункт на экран домой. В этом случае вы добавите этот сайт в виде значка на экран домой. Видите, у меня тут уже много их добавлено. Я уже экспериментировал. То есть, ваш сайт будет выглядеть как приложение в айфоне. И вы, нажав на него, окажетесь не в приложении, а просто сразу на сайте. Также в этом меню есть интересный пункт «Найти на странице». Это поиск чего-либо на странице. Вы можете начать набирать какое-то слово. Например, вот «Подписчики». И вот он мне показывает, сколько у меня есть подписчиков. Я могу пролистать ниже. И все это слово, начинающее на подпис, оно будет показано. Отменить. Готово. Также в этом классном меню «Поделиться» есть пункт «Добавить в список для чтения». Это будет означать, что в этой книжечке, где у нас все вкладки, тут есть три пункта. Закладки «Список для чтения» и «История». Вот в этом списке для чтения будут появляться сайты, которые вы собирались посмотреть. А когда вы их посмотрите, они оттуда будут исчезать. Например, сейчас покажу. У меня открыто несколько сайтов, несколько страничек. Я могу, нажимая здесь вот кнопочку, добавлять их в список для чтения. Вот раз добавил, два добавил. И можем пойти посмотреть. Если мы нажмем сюда, «Список для чтения», вот это вот, где очки. У нас добавлено три сайта. Как только я на них зайду, то есть вот раз я щелкнул, открыл. Потом два щелкнул, открыл. И три щелкнул, открыл. Видите, те два уже исчезли из списка для чтения. То есть я просто себе таким образом сделал план того, что я собираюсь посмотреть, какие сайты. И для этого вот нужен этот список для чтения. О чем еще хотел рассказать. В этом же прекрасном меню есть пункт «Добавить разметку». Фактически создается сразу PDF-версия какого-то сайта, где можно внести какие-то исправления, да. Что-то подчеркнуть, отметить. И когда вы нажимаете «Готово», он предлагает вам сохранить файл или удалить PDF, который уже был создан. И таким образом вы просто сохраните эту версию сайта. Это фактически, как вот мы раньше делали скриншот. Посмотрите видео про скриншоты. Вот тут ссылочка будет. И таким образом вы сохраняете сайт в виде скриншота. Но единственное, что нужно учитывать, что картинки в таком способе могут не подтянуться. То есть только конкретный текстовый фрагмент вы увидите. Удалим. То есть можно вот так вот на сайт нанести разметку и им поделиться. Что мне еще очень нравится вот здесь, давайте посмотрим на примере вот, например, какой-то статьи. Есть возможность переключиться в режим для чтения. В режим для чтения это не то же самое, что список для чтения. Список для чтения, как мы поняли, это некий план на будущее. А режим для чтения, он предполагает просто удобную версию сайта для чтения. Нажимаете буковки АА вот здесь. Здесь как раз есть очень интересный и важный пункт «Показать для чтения». Вот видите, последний вот этот вот. Вы увидите версию сайта без рекламы и без лишних каких-то картинок, которые удобно читать. Выключить можно обратно, нажав на вот эти две буковки А. Либо выключить, скрыть режим для чтения, либо настроить каким-то образом удобный вам режим для чтения, как в книжечках, как в Apple Books делается. Скрыть режим для чтения. В этих буковках АА вот здесь вот еще есть классный пункт. Один называется «Запросить настольный веб-сайт». Это значит, что нажав сюда, вы попадете в большую версию сайта. И это бывает очень нужно и полезно, например, авторам Дзена, которым нужно перейти, например, в какой-то момент в своей студии, в монетизацию, которая в обычном виде недоступна. Видите, тут все так мелко стало, что ничего не видно. Но можно нажать «Студия», и я попаду в свою студию, где, в частности, я смогу посмотреть там какие-то параметры монетизации, статистики и прочее. Это доступно только в большой версии сайта. А именно, как они вот это вот называют, запросить. Когда мы на большой версии сайта, здесь написано «Запросить мобильный сайт». Запросили, а ничего не произошло, да? А здесь вернулись запросить настольный сайт. Ну, так вот это работает. Но очень полезно бывает, что если вы на мобильной версии и знаете, что есть настольная версия, можно вот это вот использовать. Поговорим про частный доступ или инкогнито. Что это такое за режим? Ну, вы наверняка знаете, что браузеры могут открываться в режиме инкогнито. С Safari браузер не является исключением. Если нажать сюда, мы увидим 4 вкладки и пункт «Частный доступ». Также его можно вот здесь вот увидеть. На вот этих вот трех, так сказать, точечках есть в режим переключения на частный доступ. Когда мы находимся в частном доступе, тут написано «Браузер Safari разработан с учетом защиты вашей конфиденциальности». Он по умолчанию предотвращает отслеживание ваших действий в интернете. Режим «Частный доступ» дополнительно защищает конфиденциальность всех личных вкладок. После закрытия вкладки в Safari не будет хранить информацию о просмотренных сайтах, то есть в истории не сохранится. Историю поиска и данные для автозаполнения тоже не сохранит. Ну и есть еще мнение, что в этом режиме куки, разные отслеживающие такие файлы с браузеров, сохраняться не будут, и тогда будет сложнее отследить ваши действия. В этом режиме можно, например, очень полезно зайти на авиасейлс или на какие-то другие сайты покупки билетов. Это для чего нужно? Для того, чтобы при повторном заходе, или если вы уже раньше искали какие-то где-то билеты, не включился трекинг ваших интересов, и он вам не показал билеты подороже. Поэтому я лично пользуюсь этим режимом инкогнито для заказа гостиниц или билетов авиационных, в том числе вместе с подключением через VPN, чтобы из другой страны, как бы это происходило, вы знаете, что из России или из других наших соседских стран билеты могут стоить дороже, если вы заходите по такому вот адресу, который именно из этой страны. Поэтому используйте режим частного доступа для того, чтобы пользоваться такими сайтами. А как из него выйти? Нужно нажать сюда и переключиться на 4 вкладки наши, которые были, или нажать сюда и мотнуть вот так вправо, чтобы переключиться на открытые вкладки. Такой вот режим частного доступа, так он вот в Safari работает. Перевод текста на сайтах. Ну что же, мы знаем, что нынче нет никаких сложностей с тем, чтобы что-то перевести с английского языка, например, на английский или на другой язык. Например, мы находимся на сайте, который на английском языке, сайт про фильмы. Если мы нажмем сюда вот на две буковки А, то здесь есть пункт перевести на русский. Попробуем, что из этого выйдет. Нажимаем, включить перевод. Адрес и содержимое этой страницы будут переведены на русский. Происходит перевод и мы просто-напросто читаем сайт на русском языке. Уход семьи в роскошно арендованный дом, принимает завещий оборот. Сайт целиком перевелся и, в общем-то, никаких проблем с этим нет. Можно вернуться обратно, показать оригинал. Отлично работает. В целом, в общем, претензий нет. Вот, например, давайте переведем какую-нибудь мою статью, вот эту вот, на английский. Посмотрим, что из этого выйдет. Самому интересно даже. Нажимаем, говорим, перевести на английский. Сайт перевелся и, в общем, все нормально. Нынешние технологии нейросетей позволяют быстренько с этим справляться. Поэтому пользуйтесь, если вы столкнулись с этим. Ну, вдруг, если вы не знали. Скорее всего, все, конечно, об этом знают. Пойдем дальше. Другие браузеры. Неужели у нас нет других браузеров, спросите вы? Конечно, есть и на айфоне, и на других смартфонах. У нас есть другие браузеры. Например, у нас есть Яндекс. Как его найти на айфоне, надо набрать вот здесь в поиске Яндекс. Посмотрите мое видео про лайфхаки айфона. Смахнуть вниз и набирайте что-нибудь, что вас интересует. Просто сразу. Вот мы нашли браузер Яндекс. Он мне тут что-то показывает. Чем это хорошо, использовать браузер Яндекс на айфоне? Тем, что я его использую на большом компьютере. И здесь я залогинился в свою учетку и могу спокойненько посмотреть, например, свои закладки на компьютере, которые я делал. Все другие данные, которые я сохранял для того, чтобы ими пользоваться. Пароли, некоторые синхронизации каких-то форм для заполнения. Все здесь будут доступны. Ну, а все остальное здесь примерно так же работает, как в Safari. То есть, вот есть закладки, которые можно так закрывать, так закрывать, делать какие-то группы. Есть, кстати, плитки, которые у меня сохранены в большом браузере. Их можно здесь открывать. Вот плюсиком добавляем новую вкладку. Вот у нас уже две вкладки. Точно так же можно перемещаться между вкладками, пролистывая их пальцем. В общем, никакой особо разницы нет. Тут есть какие-то дополнительные пункты меню, которые очень похожи на Safari. Интересно, что здесь вот есть озвучить страницу, например. То есть, вам будет голос читать. Это классно. Ну, вот браузер Яндекс. Ну, может быть, кому-то будет удобно. В том числе, у него тоже есть режим инкогнито. Вот можно нажать такую масочку, и вы оказались в режиме инкогнито. Может быть, это удобнее переключать. Ну, давайте посмотрим еще на Chrome для чистоты эксперимента. Есть у нас Chrome. Chrome. То же самое. Вот я логинен свою учетку Google. И у меня есть возможность просматривать закладки, которые я делал на большом компьютере. Вот они, опять же, у меня все синхронизированы. Данные каких-то сайтов. Здесь добавляется вкладка. Здесь у нас вкладки уже есть, которые вот так вот, видите, они здесь с махиванием не закрываются. Можно только крестиком закрыть. Есть у нас история и режим инкогнито. Все довольно минималистично. И адрес вводится в поисковую строку, а не куда-то там, либо еще. Рекомендации, синхронизации и все остальное. В общем, вот мы посмотрели на три браузера. На iPhone, на iOS, разумеется, ну, приятнее всего пользоваться Safari, потому что он имеет много всяких интеграций и большое количество опций. Я не очень понимаю, честно говоря, вот эту вот группу вкладок. Но очень удобно вот все вкладки, например, сразу закрывать. И вообще говоря, ну, Safari это круто. Ну что же, вот и все, что я хотел вам сегодня рассказать про интернет на смартфоне. В частности, на iPhone. В основном получилось, конечно, рассказывать про браузер Safari. Ну, это понятно, он здесь встроенный. Он наиболее хорошо настроен для интеграции с самой операционной системой. Но можно использовать и другие браузеры, никаких ограничений нет. Что вам нравится, то используйте. Возможно, вам помогут некоторые советы или некоторые секретики, которые я показал в этом видео. Если так, то поставьте лайк. Если, может быть, вы хотите что-то добавить, может быть, о чем-то я не сказал, обязательно напишите в комментариях. Посоветуйте это видео друзьям. Надеюсь, вам и им будет полезно. Спасибо вам большое, что смотрели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok